так что там у нас дальше ухты пси собачка где-то вдалеке где-то вдалеке бегает что еще жестко блин под перекрестный огонь к сожалению попал то граната покидает так от души да сколько вас кстати а где они все офигенно чунин так они меня неспроста походу гасили да давайте еще раз даже тут такой отдельный сейф сделаю я у них вроде не попаду она гранатой возможно да так отлично блин настоящий не прибежал а вот он а нет тоже не она поймал ее до тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо это же исполняет так на меня походу снорк меня походу снорк прыгнул так все разбился пацан слава так пока вы ничего не нормально что сколько их еще так это еще по ходу не все да дальше еще идем это чё было вообще мне так дело не пойдет так ребятки не стоим на месте не стоим так тоже сейчас надо повыше не так просто вообще не так просто так а депчу повыше найти то не чтоб сразу так стать и уже там отстреливаться даже не знаю трактор принципе как вариант что говорится не успел как говорится не успел да так в принципе чё я спешу ну пусть они первые идут да и все потом я уже следом подтянусь кстати можете есть чё в тайничке но вообще навряд ли тут-то тайники хабар тайниках вот именно она в тенях чернобыля появляется именно если тайник обозначен на радаре рандомные тайники они помню только зова припяти зова припяти ух и за малым если задел то все блин да мы неплохо справляемся мертвый stalker так и что происходит что произошло куда мы а это мы типа лабораторию отлично сработано мужики теперь идем в коллектор добиваем уродов идем пить шампанское ухты блин и отчет что происходит тут походу тут походу контрик засел надо быстренько вольнуть иначе он нас задолбит свои пси атакой здесь встречает внизу падла и это внизу интересно он один был или нет так чё там парни все живы здоровы все так все да гигантик ходит она пойду первый все быстренько чпок на как еще один приплыл блин там когда что же мне перестанет в глазах двоится то так ребята вроде бегут у меня жестко контролер принял в глазах двоится не по-детски падлый блин захавали ладно а если я туда а вот он блин это как короче походу и мне хоть их ладно отойдем так пока там ребята придут я уже всех и вынесу они походу все всю команду ждут дашь взяли а еще один бенгарский огонь ну хорошо так где это падла где-то падла кровососная блин ты второго сразу четко причем ребят вообще вообще хорошо это я чё подобрал а морской ешь одесса минус 30 а это минус 20 это сюда а это сюда хорошо так а тут арта больше нет никаких кажись нету ребят на нафиг вы так пошли я не пойму так все вроде да да патронов там не так-то много уже хорошо мы потратились кстати давайте попробуем сейчас починить о починили отлично вот что значит хорошая оружейное масло блины щек надыбать конечно да что такое на что вы там лазите ребят и долго вы так сидеть будете они видимо сами не знаю я пока кейсик открою я пока кейсик открою а то ребят ну может хватит уже она может уже пойдем дальше все для гиганта и завалив кровососов я завалил блин наконец-то все а нет не могут бедолаги успокоятся все пошли 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 отлично отлично Отлично. Сейчас сразу нычку. Стрелка. Залезу, гляну, что там. Растяжечка на месте. На месте, блин. А, нет. Ух ты. Сколько тут всего? Где-то бюрер лазит. А, тайник убрали, да? Или просто переместили. Это они, походу, просто убрали. Ну, убрали, убрали, ладно. Ух ты. АКМ-74-2. Прикольный агрегат. Так, чё вы там, кого вы там увидели-то? Да, я посмотрю. Блин, допусти ты меня. Да, посмотри, зараза, стала. Ага, ну, походу, всё. Дело сделано. Пора выбираться отсюда, ворон. От души. Говорю большое спасибо. Материальную часть получишь на базе. И открыт переход. Ну, чё ж, всё. Видимо. Сейчас поднимемся к этому царю. Получим деньги. Если получим. А то мало ли что. Свободу с имени уже кинули. Причём кинули так от души. Так, где наш царёк там? Не понял. А чё, диалога нет? Хотелось бы мне знать. Задача. Отчитаться Лукашу. Доложить царю. Ну, прикольно. Чё за фигня? Странно. Как минимум странно. Так, ребят. В общем, есть небольшая особенность. Прежде чем разговаривать с Царёвым, чтобы появился, видимо, диалог. Я не знаю, так это или нет. Нужно сначала пошариться вот по этим ребяткам. Может, мы тут что-то полезное найдём? Потому что чё-то чует моё сердце, что чё-то тут нечисто. Ух ты! Это чё такое? Водолаз. Причём, что странно, у него какой-то КПК был. Вон ещё три трупа. Ох ты, блин, офигеть! Тут сколько всего. Так, давайте ещё их сейчас обыщем. Это кто у нас? Крена. Грена, Ганкрена. Так. Дрой. Тоже с каким-то КПК валяется, блин. Так, мы последние. Последние, кажись, на улице. Так, чтоб тебе придётся, наверное, спуститься. Так, где он там валяется? Вот он. Ничего у него. Так. Доложить царю. Ну чё, пойдёмте. Пойдёмте, теперь доложим. Так, ну чё, делок появился. Да, вот он появился. Фух, мутанты уничтожены. Дело сделано. Ну тут это, короче. В здании мы обнаружили пять трупов долговца. А это уже не твоя забота. Сделай дело, получай деньги и гуляй смело. Да я понимаю, это в вашей разборке. Но дело в том, что у меня в долге был друг, который уже где-то месяц гниёт возле вашей базы на складах. КПК одного из убитых был список сталкеров, которые должны были испытать какой-то прибор на агропроме. Дата не указана, но кличка одного из тех сталкеров в списке это и есть кличка моего погибшего друга. Ещё раз повторю и больше повторять не буду. Не суй свой нос чужие дела. Если появится какая-либо информация по поводу твоего друга, то я тебе сообщу. Как там моего кличка? Кацман. Надеюсь на вашу помощь. Так. Генерал Воронин, кстати, написал. Приходи, дело появилось. Вот так вот. Блин, да что за фигня? Бинты не... Не могу использовать. Ну-ка, подождите, ребят. Что-то нездоровое происходит, по-моему. Ещё раз. Фу-то, блин. Не пойму, то ли глюк. Не, нормально вообще. Чё это такое вообще? Фух. Так, а если их попробовать в инвентарь сложить? Ну-ка. Блин, я не пойму. Неужели реально такой жесткий глюк? Ага, сейчас используется. А, мне интересно, а всё используется? Нет, не всё. Котейли не используются. Бинты используются. Ну, если их себе выложить. Теперь один взял. Не-а. Ребят, не знаю, в чём прикол, честно. Ну-ка. Блин, и гранаты не могу выложить даже. Фух, ребят. Не знаю, в чём дело. Я подозреваю, что это мод. Подглючивает. Другого объяснения у меня нет. Скоро стрел, АКМ. 60 штук. Вот бы вы продали за 60 штук продать. Блин, даже экзу не беру. Вернее, не экзу, а этот. Какого зовут, блин? Комбинезон наёмника. Так. Отдать Лукашу. Следующее задание у меня. Блин, фу, вернее, хотел сказать, отчитаться к Лукашу, естественно. Так, ну, отчитаться, наверное, всегда успеем. Раз Воронин прислал смс, значит, что-то срочное. Тем более он ближе. И по пути, да? Поэтому давайте сейчас к Воронину заглянем, а потом уже, наверное, к Лукашу. Ребята, знаете, в чём прикол? А я только сейчас заметил, что вот он наш, борода-то, валяется. И его это была группировка. То есть его, в принципе, загасил вместе с этими ребятами. Так что... Всё по делу. Всё по заслугам. Ладно, немножко отвлеклись. А теперь в пар. К Воронину. Так, ребят, прежде чем идти к Воронину, я немножко хочу... Наверное, разбарахлиться. Находи, не задерживайся. Да-да-да-да-да. И помимо того, что разбарахлиться, я, наверное, всё-таки решусь на то, чтобы приобрести... Просто шикарнейший. Просто потрясающий винторез. Вот эти ребята всё-таки толкну, потому что что-то я не вижу. На неё ни прицелов, нифига здесь. Да, ребят, ещё я, кстати, разобрался. Я выкину, потому что его никто не берёт. Модернизированный, причём убитый полностью. Я с интерфейсом немножко разобрался. Здесь косяк в том, что если вниз уходят именно предметы, то их здесь, к сожалению, нельзя взять. Но есть хитрость. То есть можно как-то их наверх переместить. Или чтобы появился ползунок, который можно вниз опустить. Сейчас возможности, правда, нет, потому что мало вещей. Вот. И тогда уже всё. Тогда же всё нормально будет. То есть можно использовать предмет. Ну, так, такой небольшой неудоб, что... Так, «Менгальский огонь». То есть это, ну, да, в прямом смысле слова, небольшой косяк разрабов. Дискомфорт доставает... Господи, доставал. Дискомфорт доставляет, но некритично играть можно. Так, ладно, бармен. Дай-ка мне, наверное, аптечки. В первую очередь. Кстати, сейчас аптечек, наверное, прилично... Ну, ещё раз вот помянем. Прилично у него возьмём. Кстати, может, экзю взять? Деньги-то, в принципе, есть. А, винтереза нет. Наверное, она загрузится будет. Чтоб винтерезик появился. Так, а что ещё тут можно взять у него? Помимо. Вал есть. Винтереза нет. Плохо. Плохо, бармен, плохо. Так, буду пытаться сейчас выловить. Офигеть. Вообще, теперь ничего не отнивало они. Зато всякой фигни полно. Блин, да и мне уже его на конец. Вот, отлично. Так, 128 рубриков взяли. На сколько он патрончиков, а? Сейчас проверим. Потому что, может быть, всё-таки, если с валом сравнить... А, ну 10, да, точно, 10 же, естественно. Естественно. На 10. Ладно, давайте сейчас патронов возьмём и... На этом всё. Давайте сравним. Не, винтерез, конечно, покруче будет. Очень даже покруче. Так, а не так-то... Дюжа много у него патронов. Мне, может быть, даже сейчас схватит на экзу. Кстати. Блин, а почему у него в продаже нет этого оружейного масла долбанного? Как-то несерьёзно. Добывай называется где хочешь. Так, это я 7,62, а мне 5,45. Да, я тупанул. Так, 5,45, вот. Это для М-ки. А это для Калаша, да? Так, ну и всё, в принципе, что под завязку, а больше ничего не надо. Так, экзоскелет. А, повреждённый. Не, повреждённый нафиг. Экспериментальный образец военного. Главное достоинство и требоваться на все характеристики сильно упали. Так, и вот за сотку экза. Ну ладно, давайте попробуем. Ребят, основное для меня... Самый основной фактор, это то, чтобы я в нём мог бегать. Если я в нём сейчас не смогу бегать... А я в нём не могу бегать, я уже... Я уже и так это... Вижу. Мне нужен экзоскелет, в котором я бы мог бегать. Если я не могу бегать, то всё. Для меня этот экзоскелет не интересен, в принципе. Кстати, вот ещё я дробовичок хороший прикупил. Что это за бульдог? Я так, конечно, не помню, но... Отвали! Гранатомёт револьверного типа. Нет. Это мне не нужно. У Петренко ещё может быть хороший дробовик. Так, этот миниган, ну блин он... Ну он... Такая гадость. Хотя, в принципе, повреждения нормальные. Если так посмотреть... Точность... У него и точность получше. Ладно. Уговорил меня бармен. Нормально. Так, Винторезик, Винторезик... Наконец-то ты со мной. Прям песню можно сочинить. Так, где там наш Воронин? Ветераны Чернобыля. Сейчас ещё Петренко на 2 секунды буквально. Ответственность. Защитить мир от растущей зоны. Экзоскелет долго. Ну, ребята, вот это уже посерьёзнее. И я подозреваю, что, возможно, вот этот экзоскелет... В нём я смогу, возможно, бегать. Наверно. Не знаю. Ух ты! Смотрите, какой у него есть. Офигенный ствол. Здесь. Точность. Удобность. О, блин. Заразу, заманил. Заманил. Ничего не скажешь. Может, стоит взять? Деньжечки, конечно, нету. Блин, нифига. Ладно. Поприменю пока. Есть. И, конечно, единственное, что можно взять сейчас, это аптечек. Их у меня не так много. 8 штук. Давайте, наверное, ещё возьмём у него аптечек. Так, парочку взяли, да? Ну, это хорошо. Блин, очень жалко, что никто не покупает модернизированные пинтовки. У меня вон две в баре валяются, а нафиг не нужны. Так, ну ладно. Это всё хорошо, это всё лирика. Дальше Воронин. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришёл. Спасибо. Спасибо.